В нашей дискуссии третья роль, наверное, в лице заказчика, которая спровоцировала этот вопрос начальный, немножко погромче, в двух словах хотел сказать о проблематике, которая существует с точки зрения экономики. У нас есть человек. У человека есть некая множество его массы, которые он выполняет. У каждой из этих ролей есть некие типы отношений. Более того, все это формируется в некие групповые структуры, которые обладают субъектностью. Исходя из того, что тут 7 миллиардов, то есть ролей и масок, еще больше типов отношений, еще больше групп, еще больше. Есть такое пространство. Не знаю, как с бактериями, с людьми. Вот из-за этого проблема вот эта. Биологическая, вот здесь тоже. А есть вот это социальное пространство. Сложность моделирования именно в этой части. По сути, у нас получается самая простая модель. Это два субъекта. Они могут быть любыми из этой области. Есть некое, даже может не два, но множество. Вокруг определенного типа отношения, с определенными результатами и ресурсами. Результаты, ресурсы. И это пространство, оно просто потрясает своими размерами. У нас возникает ситуация. Сейчас, в принципе, можно определить вот в этом пространстве три области наших ролей. Первое, это личное. Второе, это некое общественное. Общественное, публичное. Третья область, деловое пространство. Сейчас у нас все усилия направлены вот на эту область. Это наши социальные сети. И мы тут можем быть кем угодно. То есть аватарки, там, любые искажения информации, делаем что хотим. В какой-то степени, если у нас жирный плюс, тут я бы сказал, минус плюс, тут минус. Какая проблема у нас? Вот, собственно, вот эта деловая среда, ну не по большому счету, вот это вот пространство, это наша есть, так называемая, система разделения труда. Проблема современного сообщества. Как вы знаете, у нас глобализация, нету, о чем старать, да? А можно здесь тоже написать? А, нет, да, это искать. Или это расширение, вроде, или нет. А так и не знаю. Ладно, пусть. Так, ничего страшного, вот у нас нет. То есть, какая проблема? Первая глобализация, это расширение системы. То есть, у нас включенную в систему единую глобальную систему разделения труда. Все наше. У нас растет объем. То есть, все больше и больше вовлекается в эту деятельность. Ну, глобализация, единая система разделения труда, там, однополярный мир и прочее. То есть, это с одной стороны. С другой стороны, у нас развиваются информационные технологии. И у этих людей становится очень много информации. Из-за этого стередан становится очень динамичным. Информация меняется, ее избыток. У людей меняются ментальные модели. Они перестраивают свои маски и поведение. То есть, она большая и быстро изменяющаяся. Ну, еще есть куча манипулятивных технологий, которые превращают это все в такой динамично развивающейся системы. Возникает проблема. То есть, система организации, система разделения труда, которая обеспечивает формирование общественных благ, она теряет свою эффективность. Особенно, когда у нас есть высокотехнологические предприятия, сложные элементы, нужна предсказуемость системы, чтобы выстраивать сложные схемы, решать инженерные задачи. А она у нас постоянно меняется, трансформируется. Команды в формате EJ побеждают корпорации. Потому что корпорации еще не успелось развернуть. Стартап уже полетел непонятно на чем. Вот. Все. То есть, проблемы. Как это выглядит у нас в том, чем занимается наше сообщество, создавая некий валовый продукт. 20% – это неких реальных издержек. 80% – это затрата наших усилий на согласование, на взаимодействие. То есть, как простоквашина. День бегал, чтобы сфотографировать, а день, чтобы сфотографировать. Собственно, 80%. Плюс парадокс в том, что основные издержки – это финансовый сектор. А как известно, финансовый сектор – это один из наиболее забюрократизированных секторов. То есть, он жестко регламентирован, понятный, простой. То есть, по сути, это рутинные операции. То есть, если так экономически посмотреть, здраво, исповедуя подходы раннего СССР, то, в принципе, решаемая задача оптимизационная. Сейчас всех построен рядами колоннами. Лишнее уберем, нужное привесим. На практике очень сложно, она решаема. И такой вопрос возникает. Перекос в дискуссии, блокчейн спасет мир, там централизованный граф спасет мир, еще кто-то. Есть оценка, что мы за начало 21 века, конец 20 века, технологии больше потеряли, чем приобрели. То есть, и вот эти инновации, связанные с Илоном Маском и все остальное, они достаточно примитивны по сравнению с теми технологиями, которые у нас были на пике конкуренции двух систем США и СССР. Мы потеряли баллотированные полеты. Ну, я могу прочитать очень много. Все очень просто. То есть, политтехнологии потеряли американцы. То есть, манипулятивные технологии. То есть, если посмотреть золотой век психологии, там американские, середины прошлого века. И уровень сегодняшний – это как небо и земля. То есть, вымывание технологий идет, так как среда менее конкурентна, нет востребованности. То есть, потребность в лояльных людях выше, чем в профессионалах. Тогда возникает потребность в профессионалах, когда у тебя жесткая конкуренция. Если у тебя нету, то тебе проще тех, с кем удобно. Ну, понятно, понятно. А профессионалы есть носители технологий. Технология без человека не живет. Зачастую, если сами носители технологий и школы ушли, создать заново технологию проще, чем восстановить предыдущие. Да. Разрыв поколений, все, и у нас, и у них идет потеря. Да. И вот тут вот мы немного не по тому пути, а вот эта вот вся технологическая инновация, которая и тема цифровой экономики, которая педалируется, по большому счету, сводится к увеличению доли информационных технологий. Это такой экспенсивный путь. То есть, оно должно быть некое качественное преобразование. И качественное преобразование, это как раз вопрос построения открытых архитектур. В чем проблема? Теорема Хоуза, о которой говорят. Почему предприятия появились и вообще корпоративные сети? Потому что на определенном этапе общественной эволюции внутри предприятия было проще организовать взаимодействие и создание продукта, чем взаимодействие с внешней средой. Пока ты договоришься на этом рынке, пока ты найдешь там исполнителя, а потом ты цеха поставил и быстро все произвел, все, что тебе нужно. То есть, сначала мы функциональное проектирование делаем, система разделения труда. Потом, когда мы поняли, что функции у нас между собой конкурируют за ресурсы и тем самым снижают качество, мы придумали процессный инжиниринг или систему качества нашей, там СНК. То есть, это Тойота, ДАУ и прочие системы, которые позволяют быстро разрабатывать потребности рынка. На следующий момент централизованные системы организации, они все, они не позволяют нам формировать никакую эффективность и дальнейшее развитие. Эффективность капитала, она ушла в отрицательное область. Новую область развития они не могут освоить, потому что так быстро меняется среда, они даже приспособиться не могут туда выйти. Слишком инертные, слишком тяжелые, плюс низкий профессиональный уровень за счет как раз низкой доли профессионалов. Извините, я просто перестаю понимать. О какой конкретно аудитории говорите сейчас? Ну, о государстве. Я сейчас говорю об экономике. В целом. Я не простых холдеров, я сейчас говорю про организации, как форму организации системы разделения труда. В целом, в целом. Речь, что там есть проблемы. Проблемы относятся к каким-то конкретным людям. Нет, нет. Смотри, в целом по системе, когда мы говорим, вот государственная машина, в этой государственной машине есть множество крупных мегапредприятий. Вот эти крупные мегапредприятия, они что-то хреново развиваются, и вообще у них отрицательный рост, как говорят у нас там. Ну, это факт. То есть, то, что сейчас рисуют 2% роста, то есть, а статистика Китая, она вообще не наблюдаемая. Как рост ему рисуют, это еще вопрос большой. То есть, мы сейчас берем конкретно вот эти крупные мегапредприятия. Я сейчас говорю об экономике. Ну, в целом. А, то есть, синхронная система подразумевает не использование в рамках одного корпоративной структуры, а подразумевает использование в открытых структурах. Открытые, это значит, что у нее, то есть, транскорпоративная некая функция. Так вот, основная проблема в том, что сейчас мы пытаемся решать задачи эти, проектируя новые системы, используя подход процессного инжиниринга. На самом деле, система не такая, по ряду причин. Что у нас? Процессный инжиниринг и процесс, это устойчивый алгоритм. В институте нет устойчивого алгоритма. То есть, это сразу основное отличие. Когда мы строим СНК, если кто-то занимался внедрением, представить деятельность по процессам, на ценностное предложение ориентировать, запустить процессы управления качеством, статистика по процессам, они должны носить стабильный характер. Вот здесь этого нет. А там что написано? Это институциональный дизайн. Институциональный дизайн. То есть, меняется сам предмет. То есть, если мы бактерию будем, то это всего лишь вот человек. А у нас многообразие вот такое вот. То есть, тех форм, которые нам надо смоделировать. Более того, они между собой связаны. Типов связи у них множество. Они порождаются и умирают. Давай вот поясню. Смотри. Ну, из той лекции, там, Бориса Чернышева, ой, Сергея Чернышева, там было две лекции. Там было, насколько я понимаю, примерно следующее. Есть существующая система, которая устроена вот так, как она устроена. И она работает не супер эффективно. Система какая? Экономическая. То есть, производственная, распределительная, да, там, и управленческая в том числе. Вообще вся глобальная. Ну, да, ну вот чисто глобальная вся вот эта. И на глобальном уровне и про Россию в частности. Так вот, а как сделать так, чтобы она стала эффективной? И вот здесь, я так понимаю, предложение о том, что… Это самая проблематика, то есть, постановка задачи для того, чтобы эти платформы… Идея какая? Вы сейчас рискуете как бы потерять… Я проблематика. Я… Ну, сейчас… Ну, посмотрите. Вопросы могут возникнуть. Все понимают, что это профессиональное. Все понимают, что… Я сейчас так вам третит. Я сейчас опишу. Я покажу. Не просто так начать. Просто сверху в доме. В чем особенность, да, вот если Никанорова вспоминать, да, то есть, по поводу складывания институтов, да, как проблемы. То есть, у нас исторические отношения, вот эти, роли и прочее, они… Так как этот процесс был достаточно инертен, да, и информационные технологии были не столь разные, они менялись во времени медленно. Складывались, и за это время общество успевало к ним адаптироваться. Сейчас, когда информационная насыщенность высокая, динамика изменения ролей и отношений высокая, мы не успеваем даже понять, как изменились ролики. Поэтому их надо, с одной стороны, хотя бы в деловом пространстве верифицировать, да, то есть, чтобы понимать, и строить, опираясь на это понимание дальнейшей деятельности. Дальнейшей деятельности. У нас есть и задача посмотреть. То есть, первая часть – это корректное моделирование субъектного пространства. То есть, это понятно? Корректное моделирование. Да, корректное. То есть, у нас есть субъекты, есть конъекты. То есть, у нас это однозначно, да. То есть, у нас нет ролик групповая человека, да, то есть, в рамках которого он может принимать решение. То есть, это чисто субъектное социальное пространство. То есть, мы должны четко верифицировать субъект, который вырабатывает решение. То есть, в какой роли, для чего, и какими полномочиями, правами он наделен, как организовываем в рамках этого. Вот это первая, то есть, задача. И во всем его многообразии. Вот, во всем, да, то есть, для того, чтобы мы могли организовывать систему разделения от ролей. Это первая задача. Вторая задача – научиться порождать типы отношений этих субъектов в реальном трезе. То есть, они появляются и уходят. То есть, эти цепочки, то есть, ну, это вот так вот мы простроили. Назовите это смарт-контрактом, чем угодно, да. Сейчас вот так вот мы взаимодействуем, по таким правилам. Потом вот так вот. Вот этот не понравился нам, да. То есть, мы перестали так взаимодействовать, один раз попробовали, да. А этот нам понравился. Ему надо тиражироваться в системе. Ну, то есть, это бест практик с форматом отложения? Даже не бест практик с, это просто возможность моделирования и верифицирования этих отношений. Мало того, что они должны моделироваться, с другой стороны, они должны верифицироваться. Верификация многосторонняя. То есть, фиксирование фактологии, чтобы, как два человека собрались, да, там, что такое биткоин, по большому счету. Это взяли одну транзакцию, да, вот один человек у нас, да, там, второй человек, да, то есть, по сути. И он передает монету в один и втором, да. Из кошелька в кошелек. И при этом платит некому дата-центру, да, то есть, за, вот модель простая, вот транзакция. Одна. И вот эта модель, это протокол называется еще по-другому. Ну, то есть, это вопрос договоренности, как это работает. Вот такая же. Но, если вы, почему, вот, как бы, у него нет экономической основы. То есть, как бы, сам участвовал, да, то есть, что такое выйти, там, из этих биткоинов, там, в деньги, да. Сколько времени проходит эта транзакция, да, то есть, когда ты приходишь, там, тебе ставят кальян, там, Sony PlayStation и подожди несколько часов, да, то есть, пока пройдет эта сделка. Ну, это, как бы, перебог. То есть, он не решает. На самом деле, он технически не может смоделировать эту транзакцию. Биткоин не может. Если бы он мог бы это сделать, то, в принципе, он бы сбалансировался на вот этой вот стоимости. То есть, сколько он порождает ценности в виде поддержания этой системы, это бы ликвидной системой была. Он технически этого сделать не может. Идея интересная, изящная, но технически нереализованная. Ну, по идее, она должна была колебаться, колебаться и уравновеситься. С точки зрения издержек на поддержание этих транзакций, с точки зрения объема транзакций. То есть, колебаться, то есть, ну, получилось неустойчиво и технически нереализуемо. Система не стабилизировалась. Почему? Она просто не отвечает конкурентным требованиям. Причем тут конкурентным степенам. Я не про конкурентное требование. Я говорю, он не отвечает замыслу зарождения. Почему? Почему? Ну, как? У вас транзакцию можно сделать через МПС. Она не делает миллионы транзакций. А Биткоин не может это сделать. Через международную владельную систему. Я же про это говорю. Если мы говорим, что задача Биткоина научиться вот это вот скрыто, как мы взяли с вами, я дам 100 рублей вам. Никто не узнает, кроме нас двоих, что мы обменялись этими сторонами. То есть, они не смогли это технически делать. Почему? Извините. Время строить. Just in time. Лайтнинг. 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 Но это есть. Не смогли. Нет, погодите. Не смогли. Это развитие. То есть, до сих пор это все еще развивается. Лайтнинг. Это решает проблему. То есть, проблема, в общем-то, она уже решена. Хорошо. Я продолжу. Он появился у нас тут сопутствующий. То есть, это был первый сценарий. У нас появился сопутствующий. Биткоин стал спекулятивным активным. Туда пришло куча денег. Он стал волатильным. Непонятно, что с ним делать. И он потерял второй раз свою функцию. Мало того, что долго, так он чуть волатильный. Если я отдал 100 рублей, то они останутся 100 рублями. То есть, а в 50 не превратятся. А он может. Да. То есть, если какая-то другая, я сейчас говорю, если предполагалось моделировать фиатный обмен, то это вот так. И основная задача сделать систему, которая позволит с одной стороны поддерживать верифицированное пространство субъектов. С другой стороны, этим субъектом, то есть, прямо в реальном времени моделируют разные типы отношения, их возможность повторной реализации. Может быть отказываться. И, ну, понятно масштаб такой. Сколько элементов. При этом у нас должны быть возможности, так как это у нас группорой структуры, делать некие бассейны вложенные одни в другое. То есть, группа, которая содержит все другие группы или третьи группы. И при этом их транзакции по группам распределены и закрыли. То, что в том аквариуме происходит, не знают те, которые в том аквариуме. То есть, идея самой открытости, она спорная очень. При этом взаимной верификацией и поддержанием. То есть, вход-выход, то есть, понятный, определенных участников, по понятным правилам. Поддержание ее, целостность, устойчивость системы. И тогда, можно по-другому конструировать уже такую динамическую структуру, систему разделения труда с участником всех. Тогда появляется некая децентрализация. Каждый узел, субъект, на своем уровне, в рамках своих возможностей реализует модель, их верифицирует и на них опирается в дальнейшем виде. И участие человека в этой системе его капитализирует. Чем он эффективнее сделал, более востребованное великое ощущение, выше его капитализация. Менее эффективная. То есть, у нас получается такая капитализация в наших социальных уровнях. Вам не кажется, что вы хотите структурировать, и открывать модель, которая, в принципе, существует? Я не сказал, что надо идти с того, что человек будет что-то производить, ему будет требоваться эта модель, а у вас сейчас… Миша есть. Я сейчас, подождите, я говорю вам про сам сейчас объект моделированный. А если он неприменим на практике, то нам не нужен? Здесь есть. Следующее. То есть, он весьма применим на практике. Если мы вернемся к первой тезисе, это снижение транзакционных издержек, то есть вот эти 80%, за счет этого механизма существенное количество можно снять. Какой плюс? Условно. Бест практикс. То есть, берем мы их быстро и тиражируем. То есть, возможность этой модели быстро ее… То есть, кто-то один сделал, другие воспользовались. С одной стороны. С другой стороны, тут нет ограничения, тут жесткой системы нет. Тут правильное сочетание мягкого и жесткого. То есть, у каждого есть выбор. То есть, ты можешь делать, может не делать. Ну, это вообще… Тут ограничений нет. То есть, неправильный должен быть баланс за использование этой системы, ее поддержание. Нужна система такая. Это не майка. Вот сколько я наблюдал, смотрел различных систем, они не поддерживают адекватно именно требуемый уровень системы. То есть, с одной стороны, есть участники, с другой стороны, есть техническая инфраструктура, которая должна получать адекватное вознаграждение за вот это. Ну, форджинг решает эту проблему. Форджинг. Ну, минтинг там называют. Я сказал, я не видел, я не сказал, что… А. То есть, вот сколько я смотрел, то есть, с этой… Но, вот какая проблема, то есть, если ты не понимаешь предмет, который тебе нужно технически поддержать, и с какими характеристиками, то тебе сложно определить механизм ее поддержания. Ну, эта проблема решена уже. Если бы произнесло «хотеризация», то я не знаю, это термином некого самого реального… Ну, точню хорошо. В данном случае я говорю именно о ценностной составляющей. Я не забыл. Да, то есть, это ценностная модель, то есть, если мы возьмем импакт, преобразование и прочее, значимая ценность человека для сообщества, она рефицируется и поднимается. А во что будет с таким термином как прибыль? А он подчиненный для капитализации. Это все выше инструменты. Он никуда не уходит, просто ему надо адекватное место обозначить. В общем, я думаю, та задача, которую мы поставили, вот в плане ее нужно поддержать. Я честно скажу, по отношению к той задачи, которую от вас услышали, блокчейн даже не родился. То есть, в данном случае там даже не ищем работать. Но это очень хорошо, что есть задачи уже, на которой, возможно, математики сначала не видят. Смотрите, уже сейчас есть такая задача, безусловно, сейчас основной акцент на централизованных системах. И они будут, я думаю, еще достаточно долго их доминировать. Но очень важная составляющая, надо иметь возможность централизованную систему встраивать набор транзакций децентрализованных. Вот это абсолютно практическая задача. Вот это же обсуждалось уже тоже много раз, на самом деле. Опять же, это вытекает из лекции Бориса Сергеевича. Сергей Борисович Чернышов, если я правильно понимаю. И это решение, вот Восток, который создается сейчас, там Waves, оно как раз и применение, ну а-ля вот сайдчейнов, ну боковых цепей, да, с proof of stake, то бишь, ну с forging, то есть, ну не надо майнинга. Майнинг очень много жрет ресурсов, электричества. Зачем нагревать воздух, если его можно не нагревать? Можно? Можно. Вот, решение, да. Дальше, вопрос экономических протоколов, то есть, вопрос взаимодействий. А тут, да, действительно надо разрабатывать эти протоколы, предлагать их на рынок, ну чтобы другие участники, ну бизнес там, принимал либо не принимал. И это вот разные люди занимаются. The Power, там, ну тот же Восток там, да, то есть, они разрабатывают протоколы взаимодействия участников, субъектов рынка, вот, но он еще не разработан, то есть, нету единых правил игры. Ну, дальше синхронизация законодательства. Я знаю, если вы абсортизируете все эти вещи. Ну, мне кажется, ну, слабое место, то, о чем вы говорите, это их запределенный уровень эмпатии между участниками и, как бы, вообще игнорирование стратегии оппортунистического поведения. Ну, почему вы решили, что все будут вести себя согласованно? Некоторые строят свои игры, некоторые строят свое поведение, как раз, на оппортунизме, они выигрывают из этого. Для них создание таких локальных подсистем, которые нарушают, вот антисистем, да, они, это для них есть жизнь этой, как бы, вот этой популяции, которую они формируют. А вы строите из какого-то согласованного такого, ну, такого, постсоветского принципа, где вот все мы должны создать какую-то инвестицию. Ну, не было терминов, о которых вы сейчас говорите. Ну, это как бы, это, как бы, понятно, что это... Я могу, в рамках того, что я сказал выше, сделать оппортунистическую систему, любую. Тут не было ни одного элемента, типа отношений сложить могут быть, но только эту смоделировать, да, то есть, которая будет закрытой, то есть, да, и вопрос в другом, потому что, если мы делаем, это другая задача, вопрос. Я говорю о том, что это надо начать с НИД, это движение с НИД. А то, что вы говорите про проектирование институтов самих по себе, когда мы начинаем от общественной ценности, которую нам нужно создать, объединив группу лиц, да. В том-то и дело, что различие в интересах порой не позволяет сложить какую-то общественную ценность. Для этого это уже есть столетие опыта, да, то есть, как это работает. И что, как это работает? Любой институт содержит в себе область оппортунистического поведения. Более того, да, там даже уже фильм «Матрица» на эту тему сняли, да, то есть, нельзя свести к нулю область оппортунистического поведения. Просто ее надо сделать понятной и наблюдательной. Ну да. И если у нас складывается институт, то зачастую эта область остается скрыта от остальных. А если мы его проектируем, то мы можем сделать эту область наблюдательной. Это вот, ну, опять отсылая к Никанорову, да, и к его проблемам, которые он обозначал и всю жизнь не лишал. Вы знаете, мы иногда не можем понять, где оппортунистическое поведение или мы следуем... Мы не можем понять... Там, как бы, наводнили, как бы, экономику евро-долларами, да. Для одних это поведение нормальное, а для многих... Я вам отвечу на ваш вопрос. Есть письмо замечательное, Сергей Борисович, на это делаем. «Лес невидимых рук». Ну... Это сложившаяся система... Давайте я практически вам объясню. Это сложившаяся система отношений. Метафора «невидимая рука» — это не норма, это не закон, а это сложившаяся исторически система отношений. Они для нас невидимые, потому что они складывались без нас. И там телефонное право, коррупция и прочее — это складываются такие системы отношений и становятся устойчивыми. Если взять психиатрию, шизоидное расстройство — это устойчивое мировосприятие. И это тоже лес невидимых рук, который сложился. Ну, вернее, там в индивидуальной голове. И мы тоже это проблема. Они есть, это в социуме. Если мы именно будем моделировать бактерии или физические принципы, мы не сможем адекватно построить подобного уровня системы. И у нас даже дискуссия идет на уровне государства, экспертных сообществ, всех экспертных групп. Никто не говорит об экономике, никто не говорит о социологии. Все говорят об информационных технологиях. Давайте поставим железо, каналы связи, компьютер каждому настроил, а еще лучше ему куда-нибудь в железо. Мы этого уже добились, компьютер у каждого уже есть, все хорошо. Я так понимаю, сегодня я вам второй цель находит. Это у вас в сторону, вы смотрите, психоматику. То есть психологический материал. Нет, это про экономику. Это моделирование человечества. Именно это институциональная экономика. То есть это уже 200 лет, это вообще там Смитцикло начал. Но на тот момент он не мог это объяснить рационально. То есть он интуитивно к этому пришел, потом рационально подогнал свою теорию, за что был несчастный избит последующими, кто разобрал его рациональные модели. То есть когда он социальную структуру, Маркс, коммунизм и прочее. Это если убрать эту всю идеологию, там остается по сути, как большие сообщества организовать с наибольшим энергетическим эффектом. Ну да. Все, то есть задача простая. Правильно. И вот сейчас за счет новых технологий, опять же, это на новом уровне. То есть тех технологий, которые есть на сегодняшний момент, их достаточно, чтобы начать базовые задачи решать. Так и уже делается. Как можно? Я сейчас скажу, да. То есть вот и тему, которую хотелось бы на регулярной основе поддерживать и развивать, это вот там, можно там, экономическая инженерия, да. То есть как угодно ее назвали, цифровая инженерия. Но прорабатывать именно инженерно эту задачу, предварительно в виде постановки, которую бы решать подобными системами. И мы хотим сделать это регулярно, делиться теми наработками, которые у нас есть, и транслировать их на существующие системы. Почему мы заинтересовались и блокчейном, и циклическими графами? Потому что, по сути, они позволяют нам моделировать систему отношений. Да. В децентрализованных. В своих областях. То есть каждый инструмент хорош там, где он нужен. Им они позволяют фиксировать моделирование ваших отношений. Потому что там много, да, там, верификация субъектов у нас, там, мы можем фиксировать транзакции многосторонним, да, там. Ну, есть много интересных моментов. Смотри, здесь не ваше, а наше. Здесь, смотри, смотри, сейчас, извини, вот есть экономическая система в целом. Мы, может быть, не до конца понимаем, как эти взаимоотношения и не видим эти невидимые руки, которые управляют вообще экономикой. Но они есть. Когда начинаем рассматривать, мы как бы увидим. Так вот, а теперь вопрос, а как автоматизировать этот процесс, чтобы это было как-то более эффективно? Чтобы было не минус 2% роста, а вот. Первый ответ на этот вопрос. У нас в чем прекрасен кризис? Кризис – это возможность внедрения новых технологий. В нем проблемные области, которые не решаются существующими технологиями. Начинаем прорабатывать эти задачи проблемные уже используя новые технологии. Во-первых, никто не будет мешать из оппортунистов, потому что там проблемы. Обычно мешают там, где ресурсы. А там, где нужно развести проблему, там никто тебе не везет и не мешает. Это возможность. Это как раз точка высоткраса, перехода. То есть, как раз качественного перехода. То, что кризис – это хорошо для качественного роста. Вопрос инструмента. Дело в том, что вот сейчас мы обсуждаем о том, что применить в каких-то экономических процессах, в корпорациях или в МСП. То есть, предложить им инструмент. И этот инструмент, он должен быть удобен, должен быть выгодный и так далее. И вот какой инструмент предложить? И дальше идут всякие попытки. Типа, давайте биткоин. Значит, раз, раз, раз. О, пошло в одном определенном месте. В других – да, это не электроник кэш. Все правильно. Была идея о том, что это кэш. Нет, это не кэш, это получается актив. Но он очень удобен трансграничным платежам. Дальше. А как можно, чтобы вот МСП – малый, там, средний бизнес, там, вообще, расчеты между клиентами? Тут вот вопрос нету еще пока. Ну, там, B2SD придумали. Ну, тоже эксперимент, на самом деле. Дальше. А может быть, да, может быть. Опять же, где его можно применить? В больших глобальных, там, где с большими деньгами, нельзя. Там опасность, централизация. А где можно? В маленьких можно. Хорошо, давайте там. Вот это, Internet of Things. Прям идеальное решение, наверное. И много таких, ну, это целый пучок, там, как бы, технологий. Надо, по идее, какую-то концепцию, ну, описание на техническом языке, ну, вообще, лучше методику. Раз-два-три. Мы готовы давать кейсы, потому что у нас из реального всей сектора экономики много. Сейчас мы начнем собирать проекты еще, да, то есть, всех, которые интересуются, там, FinTech, там, интернетом вещей, блокчейном, да, то есть, чтобы с ними прорабатывать, выявлять наиболее интересное, да, и помогать, и двигать дальше. То есть, создавать некую экспертную следу, в рамках которой эти вещи прорабатывают. Рафаэль, возьмешь на себя организацию? И стать так, как мы живем в экономическом мире, есть ли на этой ключе? О, хорошего вопроса. Ну, хватит спросить. Спасибо. Вот, видите, сколько... Ну, кто-то, 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 кто-то. Мы хотели... Стоп, а если там нет денег, то зачем нам туда ходить? Смотри, а свои проекты... Я вам рассказал. Вот, я сначала делаю. Сначала делаю. Сначала делаю. Сначала делаю. Давайте я вам простую вот ту задачу, которую мы в рамках нашего проекта «Без насыщение решаем». Вот она у нас есть, там, задача. Допустим, у нас есть, там, да, если нам всем интересно, у нас будет 20, там, миллионов рублей, да, то есть накопление у вас, это у них, в стране. Вы на кого кармелетные эти, у вас 30, миллионов рублей, на что? Накопление на депозитах. Можете у банков сказать, можете... А, вы правы, про депозитарный класс. Я сейчас просто задаю. Из них у нас пять процентов, те, что в управлении брокер, пять процентов, это один прием. Почему они туда пошли? Потому что те условия, которые банки предлагают, совсем неинтересны. Следующие, есть еще более такие люди, более продвинутые, да, их у нас, сейчас скажу, сколько, ну, их поменьше, да, там, где-то, 30 миллиардов, те, которые на форусе живут. Ну, деньги, да, лодки, дизаработки, лодки, этих они. Рисков, и тут более рисковые, и тут совсем, и там еще более рисковые. То есть я знаю единицы, которые успешны здесь. Сколько люди тут сжигают денег, это, то есть, вся деньги. Ну, так значит, эти деньги. Если они сжигают, то эти деньги куда переходят? А куда деньги? Подождите. Ну, давайте последовательно. У нас не просто так эти деньги лежат. Потому что никто из банков не может быть. Сейчас банки пытаются в облигации, там, предлагать людям вкладывать. В свои же. И прочее. Нету для инвестора, или для потенциального инвестора, да, или для того, кто хочет повысить свою доходность, нету инструментов. Крипта. Упало так, что там уже пробило. Ничего. Вырастет. Моральное дно пробило. Нет, можно порекомендовать людям, что, как это, то есть, рынок внизу, входите, то есть, есть перспективы роста. Но это, как бы, лучше на форекс. То есть, вот, лучше, как бы, парами торговать себя так валют. То есть, ну, меньше потерять. Я говорю, деньги. Деньги ложь. И с ними надо работать. Первые для себя все деньги, которые нашли, там, это бизнес-самбур. Очень много есть путей с ними работать. То есть, есть люди, которые хотят, у меня в окружении много, хотят заниматься бизнесом. Хотят спалить кучу денег. То есть, первое начало вообще работы бизнеса имеет смысл не как предпринимательный начальник, а как инвестор. Сделать это меньшими суммами, чтобы человеку не вкладывать прямо на весь бизнес. То есть, это известная штука у нас, да? Либо соинвестирование, да? То есть, проектное финансирование последствия на каком-нибудь краундуисте, как краунсорсинге. То есть, у нас же нет регуляции. В Штатах есть, у нас чего? Ну, нам не запрещают это. Там запрещают запреты, нет. Вопрос из-за того, что проблема другая. С банками работали, говорили, они не могут верифицировать субъектов малого предпринимательства. У нас работают с малым субъектом малого предпринимательства по правилам большие. Вот, что корпорацию оценить, бизнес-план вот такой же. Такой же бизнес-план приносит... Вы сейчас про скоринг или процент? Я не про скоринг. Я говорю, есть барьер. Не работают банки с субъектами малого предпринимательства. Я хорошо знаю Краснодарский край. У нас там больше 20 тысяч фермеров. Все механизмы государственной поддержки сводятся к тому, что в год поддерживают 200-300 фермеров. Все, вот все, что МСП Пробермана, Сбербанк, ВТБ, ассоциации поддержки фермеров, все 200. При том, что малые форумы, если сколько. Хозяйство, ну как минимум раз в 2 года у них есть свой инвестиционный проект. А можно понять, что то, что вы жаркие или обуснали, это как бы чертеж и длинья. А в следующий раз вы придете и покажете машину. Тогда у нас вопросы... Можем выгадать, конечно. Мы же предлагаем длительному договору. Это не вопрос один раз. То есть мы не можем за одну коммуникацию, сейчас всю дадим. Мы готовы сформировать некую группу сообщества на регулярной основе, ежемесячно. То есть работать. Причем в форматах разных. И с теоретической частью, и с практической частью. С экспертной частью по оценке ситуаций. То есть в трех направлениях. И нам интересно поддерживать это сообщество. То есть введение биографичных, увлекательных, делиться своими наработками. Вот вы сейчас про акселератор. В тот момент, когда вы объясните, в чем заработок или в чем прелесть для людей, вот это вы как бы сработали. В тот момент, когда люди увидели заработок, просто вместе в той же самой передней, они потом полезли как ненормально. Как это? Из своего опыта, граунда, который у меня есть. С точки зрения работы с бизнесом. Т.е. так как пришлось работать с консалтингом в других, в разных вариантах. То есть понятные точки роста. И где заработать денег. И была развилка. Идти консалтингом заниматься. Высокоокровень. Бутиковый сейчас называется. Либо создавать машинки. Но представление такое, что именно ценность создать одну машину, когда ты больше времени не потратишь. Но за счет тиражирования вернешь нам на этот шок. Поэтому у нас задача создать некие транзакционные автоматы или машины. Которые позволят технологии сделать более доступными. А за кого? Мы уже все время спрашиваем. Гроб говоря, кто готов за это платить? Конкретные люди. Какой сегмент готов за это платить? Когда вы говорите, то хотелось бы понять. Мы за что выступаем? Что мы хотим сделать? Задача, где мы видим большие транзакционные держи, барьеры для коммуникации. Самая большая проблема. Все об этом говорят. И это все еще умножить. Если на МСП, то это вообще задача, с которой мы по сути работаем. И на ней мы отрабатываем технологию. Смотри, речь идет об акселераторе и фактически инкубатор плюс акселератор. Я так понимаю, ИПЕ-лаб, это организация созданная для того, чтобы брать проекты с рынка. И эти проекты в рамках общей идеологии, усовершенствования экономической системы, которые не очень эффективны, чтобы сделать более эффективными. Брать эти проекты, смотреть, выбирать из этих проектов нормальные, бизнесовые. Ну, я бы сказал, они нормальные, они те, которые в концепте наши, да, то есть имеют бизнесовую составляющую, да, мы их поддержим. Я понимаю, они выступали пару дней назад здесь, я правильно понимаю? И до этого было. Я был на встрече. Вопросы и терминология, в которых они общаются, они относятся к 19-летней давности. Она другая, нет, она другая терминология, она не очень понятна нам, но если послушать пять раз, то в принципе становится понятно. Понятно, что на все эти вопросы отлично надо еще пять лет назад. Ну, по сути, да. Ну, так а зачем мы тогда жуем на ту жму? Акселератор, вот, можно тоже свои проекты с, да. Сейчас в тестовом режиме, да, то есть насчет того, что платформа, она действительно в тестовом, сейчас только выходит на продажу. Это такой же стартап, да? Мы бьемся за живучесть. Это, так как степень неопределенности высокая, да, то есть нам приходится прорабатывать много. То есть сверху, то есть одно, с самого высокого уровня абстракции до самого нижнего. И тут, в принципе, я думаю, будет полезно, и мы сделаем, наблюдаем этот процесс, как он проходит. Таким, снимаем транзакционные издержки, с чем мы сталкиваемся, и это, я думаю, будет полезно посмотреть именно на практике. То есть одно дело сказать о теории, и одно дело показать, как это будет на механике поиск. Да, это правильно. Я вашим ребятам, которые рассказывают, я все понял, от лица вот этого взятого. Я вам тогда высказал в их лице, и в зале тогда, грубо говоря, боль. Пройдя несколько, в том числе, корпоративных акселераторов, сложилось общее понимание того, что проблема не в том, чтобы выстроить акселератор. Внутри страны, если мы про Россию говорим, а не про глобальные акселеры, у нас нет среды, которая нужна бизнес-ангелам, в среде. А если у нас нет этой среды, то мы что делаем? Мы не отказываемся, что среды нет. Мы не создаем. Да, мы среду создаем. У нас есть финские партнеры, есть европейские партнеры, есть американские партнеры. Мы ее создаем. Вот когда я написал там бизнес-ангел, то есть мы, первое, посмотрели те сообщества, которые есть, поняли, насколько они живы и чем они занимаются, поняли ошибки, которые они слушают. Второе, мы узнали из практики европейцев, откуда берутся эти бизнес-ангелы, определили, как их рождать. Собственно говоря, есть люди, спящие бизнес-ангелы, которых можно таковыми сделать, есть успешные партнеры.